Всем привет! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео мы будем разбирать мой гардероб. Это та одежда, от которой я хочу избавиться. В общем-то, в первую часть я вам покажу одежда, которая на осень, возможно на зиму. Ну и там какие-нибудь ситрочки, джемпера и все такое. В общем, если вам интересно это видео, тогда берите чашку чая, пересаживайтесь в экранах поудобнее и поехали! Первая кожаная куртка. Эту куртку я даже не носила, потому что я ее купила совсем недавно. И размер здесь S. В общем, русский 44, то есть маленький размер. Кожаная куртка бренда Dolce & Gabbana. Немножко, как бы, практически в стиле, в винтажном стиле. Вот такая вот. В общем-то, вы ее должны были видеть или посмотрите, кто не видел в предыдущем, одно из предыдущих видео. Кожа очень хорошая, она такая, знаете, средняя, не слишком мягкая, но и не грубая. И с такими, видите, как легкими потертостями. То есть состояние ее абсолютно хорошее. Можно наблюдать по рукавам, по локтям, нигде ничего. То есть такие легкие потертости, это изначально, ну, как бы, дизайн этой куртки призуман производителем, дизайнером. Так, и буду я это, как бы, в стороночку откладывать. Следующая у меня здесь такая джинсовая курточка Denim от бренда Only. Носила я ее не часто, но иногда носила немножко. В принципе, здесь размер мой, это в основном 8-10 или 42-44 примерно. Так, вот. Стороние хорошее абсолютно. Нигде она ни в пятнах, ни ворванное, ни... ну, ничего с ним. Покажу ее в сторону, покажу еще одну. Курточка, пуховичок. Ее я надевала буквально один раз прошлой зимой. Это от Mango. И, ну, она вообще, не знаю, даже не успела-то не спачкаться ничего. Вот, абсолютно все. Ну, кармашки, кнопочки, пуховик. Такой, знаете, тоненький, как на поддевке. Поддевку можно. Вот, какой-то пальто в сильный мороз. Здесь вот такие кнопочки по бокам есть. Следующая. Такая куртка. Ну, не куртка. Шубка, наверное, больше. От бренда Miss XT. Я не знаю, известен он в России и Украине. Но здесь он очень популярный. Это не из дешевых. Ну, как по сравнительно, да. Вот такие тут пуговички. Все здесь абсолютно работает. Ничего не потеряно, не оторвано. То есть, это искусственные вставки, кожаные вставки. Так как у меня были длинноваты рукава, я немножко носила вот, как будто так вот, откачиваем. Таким образом. Здесь также это не кролики, не какой-то. Это все искусственный мех. Внутри также искусственный мех. Здесь такие поклонки. Ну, как бы, дубленочка. Полудубленочка. Что-то в этом роде. То есть, да. Также размер 8С. Следующая. Пальтишка. Здесь будет падать на это все. Пальтишка такого красного цвета. Я его заказывала онлайн в прошлом. В прошлой осенью или зимой, не помню. Даже немножко переделывала пуговки. Одну пуговку она как-то не сидела. Вот такое пальто. У него немножко как бы синтепоновая подкладка. Подкладка или подкладка. Вот так оно выглядит сзади. И, да, оно такое чуть ниже коленки. Или как-то по коленкам. Чуть ниже коленки, по-моему. На мой рост. Или на уровне коленки. Такое. Такая длина. Наверное, буду на кровать ложить. Здесь сумки. Это также такое шерстяное пальтишко в клетку. Полностью, 100% шерсть. Это производитель Мэриса Энн Мэри. Какой-то итальянский бренд. Я не знаю. Такой же акетик. Здесь по бокам есть карманчики. Немножко как бы оверсайз выглядит. Но рукава чуть-чуть как бы укороченные. Тоже очень хорошего состояния. Я вообще ношу очень аккуратно. Поэтому моя одежда практически не сношенная. ничего. Такая куртка. Свет такой. Зелено-зелено. Блейфхаки, наверное. Я не знаю. Это ирландский бренд. Довольно дорогой. Очень качественный. Jack Maki. В общем, не могу точно перестать, как. Вот такой. Вариант Эмблэм. Эмблэм. Здесь есть карманы по бокам. Внутри также есть карман. Один и второй для телефона. Флизовая подклад. Флизовая подклад. Сама она такая, знаете, непродуваемая. И, по-моему, даже непромокаемая. На рукавах. Верегулируется. Запястье включено. Внизу такая резинка. И бородинчок, стоечка. Следующая такая стебаная курточка. Она именно идет, как такая маленькая, как литровочка, наверное. Как тяжечку. Замочек. Все здесь работает. Вся одежда, я сразу скажу, без дефектов. Нет там никаких оторванных пуговиц, сломанных замков или что-то подобное. Так, это у меня H&M. Размер 10. Наверное, 4-й по-русски. Вот такой темно-синий цвет. Немножко как... Ну, идет как-то талинное. То есть, мне оно так по фигуре. И коротенькое. Здесь есть кармашки. Я ее стирала или не стирала? Раз, кто же не знает. То есть, по ней даже не видно. Настолько я как-то аккуратно все ношу, что редко стираю даже. Так, следующая. Это куртка. Такая туристическая. Замки. Также непродуваемая. Также непромокаемая. Это бренд Merrell, если вы знаете. Очень хороший. У нее теплый подклад. Такой, знаете. Такой, как синтепон, наверное, внутри. Такие теплые тканевые покрытия здесь. Также здесь есть карманы внутри. Один. Да. Вот фирма Merrell. Здесь есть кармашки. Ой, салфетки, чеки. Кармашки по бокам. Потом есть вот здесь кармашек. Также под мышкой есть замочек, который, ну, если нужно, проветрится. Ой, выключили себя. Если нужно проветрить в районе подможки, пожалуйста, все это есть. Размер S. Вот так она выглядит сзади. Капюшон. И капюшон можно отстегнуть. Он у нас замочек. Здесь вот. По рукавам также регулируется запястье. На липучку. И она не есть длинная. Она такая, знаете, вот по бедрам. Очень качественная. Очень хорошая куртка. Дальше пальто. Это не упадет. Пальто. Такой моделик. Я его носила. Очень любила. И, ну, пришло ему время, наверное. Не ему время, а замена. Пришла ему другая. То есть это Карен Миллен. Размер восьмой. Но он такой, знаете, даже маломерит. То есть на очень худеньких. И он такой немножко, вернее, оно такое немножко как-то ритальное идет. И чуть разглешенный вниз. Такие пуговки три металлические. Здесь и вот здесь. С именем бренда. Воротник. Ну, я любила это пальто. Так оно выглядит сзади. Видите, расцветку черно-белая. И такая ткань. Такая, знаете, как немножко рыхлая такая. Ну и подклад. Ни разу я его не стирала. Ничего ему не сделала. Вот серый подклад. Так, чтобы она там не упала. Дальше куртка пуховичок. Натуральный. Здесь индюши. Или, не знаю, какой-то пух внутри. Такого зеленого цвета. Это тоже один из дорогих брендов. Я их купала довольно редко. Бренд. Как же правильно прочитать? Клоуд, вейл. В общем, это такая дорогая куртка. Она также хорошего состояния. Практически идеального. Самок работает внутри. Рукашки вот такие. Здесь есть кармашки по бокам. Стройка, воротник. И нет никакого, не внутри, такого, знаете, тоненького. Капюшончик, а нет ничего. Вот так вот она. Чуть-чуть за ту длиню, чем впереди. Ну, так же носила и любила эту куртку. Следующее. Также пальтишко. Такое в клеточку. Серо-розовое. Любила, носила это пальто. Ну, недолго. Как-то, наверное, пару сезонов. Искусственный мех вот здесь. И оно такое вот. Просто подклад. Нет никакого. Здесь, ну, не синтепонное, ничего, да? На одну пуговку. Есть кармашки. И по длине оно такое, чуть за коленку. Так выглядит. Очень освежает. Мне сюда давали комплименты, когда я в этом пальто. Так, это такое пальто тренч, наверное. Темно-темно-синяя цвета. Это дорогой бренд. Английский. Харрис. Харрис, как? Харрф. В общем, как-то так. И это такая классическая модель. Она долго будет носиться. То есть, я решила продать. Но если не продам, то буду дальше продолжать носить. Это стопроцентная шерсть. Она практически не катается. И плохо, темный цвет, плохо видно, да? Такое, как бы, свободное. Здесь есть по бокам два кармашка. И оно не застегивается ни на что. Просто внутри есть такой поясок. Как бы внутри застегнуть можно. Ну, не застегнуть, а завязать. И сверху вот такой овер-воротник. Такой висячий, знаете. Хомут, не хомут. Вот. Очень хорошее качество. Дорогое. Дорого покупала. По моим расценкам, недорого это было. Дальше приступим. Таким. Больше свитера. Это Бенетон. Свитерочек. Свитерочек водолазка. Голубого цвета. Носила мало. Покупала в прошлом году. И скажу, почему я отказалась его все-таки носить. Потому что это шерсть. И я понимаю, что все-таки мне не нужно больше покупать шерстяные вещи. И стопроцентно в шерсти. Потому что, ну, не могу. У них все вычешется. Все красное. Видимо, реакция моей кожи на шерсть. В принципе, очень хороший. Мягенький. Голубой, красивый цвет небесный. Мне этот цвет очень не идет. Но, к сожалению, он провисел в шкафу. И я надела несколько раз. И понимаю, что не получится больше выносить. Следующая такая жилетка. Она внутри, вот видите, мех. Это Warehouse. Английский, по-моему, бренд. Восьмой размер также. Такой цвет. Не знаю, как он называется. Хаки. Коричневый хаки, наверное. Резинка. Воротник такой высокий. Можно. Любила эту жилетку. Но теперь она, у меня, немножко, стала маловато. Хотя можно тоже еще поносить куда-нибудь на природу. В лес. Кармашки есть. Все работает. Здесь вот так. Вот так кармашки. Застегивается на змейку. И на, сверху еще, на кнопочки. Все работает. Все абсолютно застегивается. Следующий такой кардиган. Как видите, он даже с этикеткой висит у меня. Этот кардиган я покупала в прошлом году. Также итальянский бренд. Пол Костелло. Это, ну, хороший бренд. У него довольно дорогие вещи. И та же проблема. То есть, по составу здесь, как же он называется, сейчас даже скажу. Ну, шерсть и махер. Вот эти две составляющие, которые, ну, никак не дают мне носить спокойно одежду. Даже вот я надеваю на, скажем, на что-то такое тоненькое, да, ну, как бы все равно там не на голое тело, а какую-то водолазочку, какую-то кофточку. Вот все равно я чувствую. Потому что на теплую я не надену, чтобы, а вот на тоненькое все равно чувствую вот это вот. Оно не колючее. Вот я к себе прикасаю, оно, ну, как, колючее оно в меру, да, как и должно быть. Ну, а потом я начинаю чесаться и никак. То есть, я вот померила, хотела как-то надеть. А-а. Вот купила, да, надеваю, как-то чувствую, что у меня все кусает, у меня нечего чешется. Оно, этот кардиган довольно длинный, то есть он ниже коленки. Два кармана. Здесь цвет, как видите, такой вот нейтральный. Такой. Хороший, но, к сожалению, больше не такие вещи мне нужно покупать, чтобы потом не думать. не жалеть о деньгах. Так, это жакетик. Зара. Когда-то я покупала, ну, пару лет назад. Довольно дорого. Ну, полная ценение, ни по скидке, ничего. Вот такие. Бархатные, не бархатные. Ну, какие-то тут вставки. На одну пуговку. Какой-то такой, знаете, стиль под... Жакея, или как еще называют? Лошадницы, наездницы, или как-то так. С высокими сапогами смотрится и в обтяжку. И в обтяжку какие-нибудь леггинсы или брюки. То смотрится очень даже прикольно. Но я уже наносилась и считаю, что... Ну, в общем, надоело уже. Есть другие замены этому. Вот. Здесь есть разрезик. Также размер S. Все как обычно. Здесь пуговки. Здесь карманчик обманка. И, по-моему, вот здесь обманка. Обманка, да. Следующая. Такая кофточка веселенькая. Видите, коричневый цвет. Внутренние желтые карманчики. Это зеленая отделка. Здесь, на рукавчиках. Все это хорошо. Вязка такая, знаете, рисовая, наверное, называется. Но опять та же проблема. Здесь в составе шерсти довольно много. Или даже 100% шерсти. Мне не почитать. Да, 80% шерсти. Но не могу носить. Что делать, не знаю. Не могу носить. Все, шерсть, все. Не дает мне покоя. Ой, наверное, это все там же. Те та же проблема. Такой кардиган. Он не длинный, а идет. Ну, как бы прикрывает. В общем-то, заднюю пятую точку. Такой кардиган. Видите, да, полосочку. Он такой вот просто. В общем, он такой интересный. Видите, это просто круг. В котором созданы рукава. Вот так вот его надевают. Интересный кардиган. И я его носила. Довольно часто старалась здесь. Потому что он мне нравится. Но была та же проблема. Потому что в составе шерсть и мохер. Вот так он сзади выглядит. Все это никак не дает мне покоя. Да, какой это здесь бренд. Бренд Лайн. В общем, тоже какой-то итальянский. Здесь такой жилет. Бренд Рокси. Также покупала несколько лет назад. Довольно теплый. Видите, такой вот зимние расцветки, зимние узоры. Здесь есть кармашки по бокам. Поэтому этот жилет довольно длинный. Также прикрывает бедра. И пуговки. Это не обманки. Можно расстегнуть. Носила также очень мало. Потому что та же причина. В составе шерсть и... Как он называется? Отрезала этикетку. Мешала мне, видимо. В общем, опять мне это колется. Колется все. И видите, особенно вот часть воротника. Но вот все время вот здесь. Вот воротника. Красные, раздраженные все. Так, что это? Это такая... Такой джемпер-туника. Покупала в прошлом году. Видите? С этикеткой. Ничего не надела. Не надела, не знаю почему. Наверное, не дошла очередь. Абсолютно новая. Но здесь состав не шерсть. А вот что здесь у нас. Здесь так много эластин. Полинит. Синтетика. Акрил. Ну, в общем, шерсти здесь не присутствует. Но почему-то не носила. Видимо, было достаточно. По бокам такие разрезики. Широкие рукава. И они вроде, вот видите, такими тоненькими. Как на выворот полосками. Так, и последняя. Такая, как больше спортивная кофточка. Ральф Лорен. Пола. Кстати, здесь пишет размер L. Но это не L. То есть она на меня абсолютно нормально сидит. То есть 42-44. Также довольно длинненько прикрывает практически бедра. Замок. Все качество хорошее. Темно-синий цвет. Карманы. Все работает. И я чуть-чуть поносила. И, в общем-то, уже не хочу носить. Так, вот воротник. Это вот. Номер 3 почему-то. Вот такое качество. Состав 100% катон. И вот опять-таки катон. Только катон для меня за тяжелая вещь. Поэтому как-то я все равно чувствую, как будто на мне вот груз лишний. Поэтому я как-то вот все выбираю такое 50 на 50, чтобы мне было. В общем-то, хорошее качество, хороший бренд, хорошее состояние. И приступим. Что здесь у меня еще есть? Приступим к сумкам. Сумка от Зары, кожаная. И вот эти... Ну, вот это тигровая рассветка. Это настоящий также натуральный мех, шерсть. Что это? Все заклепочки вот эти декоративные присутствуют. И они даже не повытирались, чтобы там какие-то страшные были. Единственное, что из того, что это натуральная шерсть, и она немножко вот здесь. Не знаю, если видно. Как бы чуть протерлась. Вот где часто протерлась. Но задняя часть у нее абсолютно хорошая. Даже эти вот кончики не пострадали особо. Так, внутри я эту сумку очень любила, носила очень активно. Внутри у нее нет никаких кармашков. Просто катоновый подклад и кожаная вставка, что это Зара. Зара. Я скажу вам, что раньше, там еще даже пару лет назад, Зара как-то выдавала более качественную коллекцию. Предлагали они довольно... Ну, вот сейчас там вот какой-то прям треш один. Да, и скажу, что вот эта лямка не отсюда, не оригинальная. Здесь была тоненькая черная кожаная. Но я ее приспособила к другой сумке. И здесь поменяла местами. В общем-то, потому что я не люблю металлические лямки. И вот. Следующая сумка пойдет у нее вот такая. Это уже летний вариант. Она тканевая. Феррели. Эту сумку я поносила, но буквально, может быть, несколько раз. Почему-то она у меня залежалась. Здесь не кожа абсолютно. Здесь ткань и что-то кожезаменитель. Очень много отделов. Внутри. Два, как для телефона. Потом такое еще. Вместительная довольно сумочка. С лицевой стороны вот еще есть замок. С внутренней также есть замок. И присутствуют такие балакончики тут разные. Некоративные. Тоненький ремешок, который можно регулировать по длине. Также эту сумочку я не ношу. И что она будет лежать, у меня без дела. У нее есть другая замена. Эта сумочка более как вечерняя. Такой винный оттенок. Почему-то я ее, когда купила, но также ни разу не использовала. Есть внутри маленький кармашек. И это бренд Эджак Уэст Уэрт. Я ее смотрела. Стоимость таких сумок. В пределах плюс-минус 100 евро. Состояние хорошее. Она тканевая, тоненькая лямочка. Нерегулируемая, уже готовая длина. У мамы она смотрится прикольно. Не ношу я ее. Так, и последний на сегодня будет. Также сумка, которую я купила этой весной на лето. Это карвелла. Цвет, видите, пудрово-бежевый. Какой-то цвет такой интересный. Ручка регулируется. Вот эти ручки. Да, я ее чуть-чуть поносила, но не успела заносить. Так что она абсолютно идеального состояния. Нужно наблюдать. И внутри у нее... Она вместительная. Один только отдел. Маленький. Все здесь работает. Все здесь целое абсолютно. Да, и еще покажу вам абсолютно новые. Это вот даже в коробке я купила. Этим летом. Ну, летом? Ну, наверное, летом. Такие ботинки. Пуги. Коричневый цвет. Настоящий мех по всей внутренности. Еще здесь есть такой нюанс, как можно поднять вот эту вот... галошу, чтобы повыше, если надо. И... В общем-то, все это этикетка я покупала по скидке. Платила 120 евро. Полная стоимость их. То есть я платила 50%. Полная стоимость их будет, я не знаю, там... 100 евро или сколько? Ой, 200 евро. Сколько я сейчас уже не помню. Вот. Но я так понимаю, что я, наверное, все-таки носить не буду, так как у нас здесь нет... такой зимы, когда нужна подобная обувь. И... Наверное, все-таки... Ну, не нужно мне это. И... Ну, конечно же, если вдруг... Я их не продам, я не знаю, буду носить. Может, когда-то, в самые холодные моменты. Но, в принципе, все здесь вот абсолютно новые, видите? Коробки. Вот. Да, вот их... Этикетка, что у нее были 220, а покупала я их за полцены 120. Вот. В принципе, у меня есть магазин, ну, не магазин, а... Не у меня есть магазин, куда я могу отдать эти вещи на продажу, и они продадутся по той стоимости, которую я запрошу. Я в этом уверена. Но, если вам какая-то из этих вещей понравилась и вам подходит по размеру, то можете мне написать все в комментариях или, возможно, лично. Есть имейл у меня. Ну, нишу, видите, для связи. И, в общем-то, все цены на каждую вещь я напишу под видео. Заглядывайте туда в инфобоксе на каждую вещь. Если вас заинтересовала та или иная вещь, вы можете мне написать, мы можем договориться. И, в принципе, доставку, если вам надо, я не знаю, я могу отослать в любую точку мира, но если вы оплатите эту доставку самостоятельно. Поэтому для России и Украины в принципе могу отослать как бы такими. И там также Прибалтика. Есть у нас такие услуги, они стоят довольно дешевле, чем почта. Когда можно собрать несколько вещей, я не знаю, чтобы это было примерно хотя бы 10 килограмм весом, то мы можем отправить этими перевозчиками. В общем-то, вот это все, что я хотела вам сегодня показать. Из верхней одежды. Также у меня есть такие летние. Это мы платятся и что-то такое. В общем-то, это мы в следующем видео. Так что не пропускать. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в инстаграм, чтобы посмотреть мои последующие видео. И всем хорошего дня. Ждите следующее видео. Пока-пока. Bye.